Послание к римлянам святого апостола Павла Глава 7, стихи с 12 по 25 Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию – закону греха. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 15 по 21. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Святой Ирине Леонской Мертвые, воскрешенные Христом, служат сильнейшим доказательством воскресения. Пусть утверждающие противное, то есть противоречащие своему собственному спасению, скажут нам, в каких телах воскресли умершая дочь первосвященника, умерший сын вдовы, несенный около городских ворот для погребения, и лазарь, четыре дня пробывший в гробу. Конечно, в тех же самых, в которых умерли. Ибо, если не в тех же, то, значит, и воскресли не те самые, которые умерли. Но сказано, Господь взял за руку умершего и сказал ему, «Юноша, тебе, говорю, встань!» И мертвый сел. И Господь повелел дать ему есть и отдал его матери его. И лазаря воззвал громким голосом, говоря, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Это символ человека, связанного грехами. И поэтому Господь сказал, «Развяжите его и пустите его идти». Итак, как исцеленные получили исцеление в тех же самых членах, которые прежде страдали, и мертвые воскресли в тех же телах, потому что члены и тела их получили и исцеление, и жизнь, которую даровал им Господь, через временное предизображая вечное и показывая, что он может дать своему созданию и исцеление, и жизнь, дабы веровали его словам о воскресении, так и в конце, когда Господь воззовет последней трубою, восстанут мертвые, как он говорит, настанет час, в который все мертвые, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Человеческого, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Суетны и поистине несчастны те, которые не хотят видеть столь ясное и очевидное, но бегают света истины, сами себя ослепляя подобно трагическому Эдипу. И как люди, не обучившиеся гимнастике, в борьбе с другими, хватаются всеми руками за одну какую-нибудь часть тела своего противника, и через то, что держатся, падают, и падая, воображают, что побеждают, потому что упорно держатся за первый схваченный член, и сверх падения подвергаются осмеянию, так и еретики относительно слов «плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие», взяв два слова у Павла, они не уразумели мысли апостола и не исследовали силы изречений, а просто ухватились за эти изречения и умирают на них, извращая, сколько им возможно, все домостроительство Божие. Говоря, что это сказано, собственно, о плоти, а не о делах плотских, как я доказал, они, еретики, представляют апостола противоречащим самому себе, ибо далее в том же послании он выразительно говорит о плоти так «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное и смертному сему облечься в бессмертие». Когда же смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Смерть, где твоя победа? Эти слова будут справедливы только тогда, когда сия смертельная и тленная плоть, подверженная смерти и как бы гнетомая владычеством смерти, восстанет в жизнь и облечется в нетленнее и бессмертие. Ибо тогда поистине будет побеждена смерть, когда одержимая ею плоть выйдет из-под ее владычества. И еще филиппийцам он говорит «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа Иисуса, который уничиженное тело наше преобразит сообразно с телом своей славы так, как он может по действию силы своей». Какое же это уничиженное тело, которое Господь преобразит сообразно телу славы своей? Очевидно, что тело, которое есть плоть, падающее в землю и уничижаемое. Преображение ее состоит в том, что она, смертная и тленная, сделается бессмертною и нетленную, не по своей собственной сущности, но по действию Господа, могущего смертное облечь в бессмертное, и тленное в нетленнее. И поэтому во втором послании к коринфианам он говорит, «Чтобы смертное поглощено было жизнью, на сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Весьма ясно говоря это о плоти, ибо ни душа не смертна, ни дух. Поглощено же будет смертное жизнью, когда плоть уже не мертвая, а живая, пребудет нетленную, воспевая славу Богу, создавшему нас на сие самое. А чтобы нам достигнуть сего, апостол хорошо говорит коринфианам, «Прославляйте Бога в теле вашем». Бог же виновник нетленнее. А что он говорит это не о другом каком-либо теле, но о теле плоти, об этом ясно, несомненно и без всякой обоюдности говорит коринфианам. «Всегда носим мертвости Иисуса в теле нашем, чтобы и жизнь Иисуса Христа открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. И что Дух держит плоть, Он в том же послании говорит, «Вы – наше письмо, изготовленное нами, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотских скрижалях сердца». Итак, если ныне плотские сердца бывают причастны Духа, то что удивительного, если при воскресении они получат жизнь, даруемую Духом. Об этом воскресении апостол говорит в послании к филиппийцам. Сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. В какой же другой смертной плоти можно понимать откровение жизни, если не в этом существе, которое и умерщвляется за исповедание Бога? Как он сам сказал, «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом мы оказываемся и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали, что Он воскресил Христа, которого не воскрешал. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, потому что вы еще во грехах ваших. Итак, умершие во Христе погибли. Если мы всей только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из почивших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Итак, во всех этих изречениях или они должны, как я уже сказал, представлять апостола противоречащим самому себе относительно слов «плоть и кровь» не могут наследовать Царство Божие? Или принуждены будут опять придумывать злонамеренные и натянутые объяснения всех изречений, ведущие к превращению и изменению смысла его слов? Что же Здравов могут сказать, если попытаются иначе истолковать то, что он пишет? «Тленному сему надлежит облечься в нетлении и смертному сему облечься в бессмертии». И еще, чтобы жизнь Иисуса открывалась в смертной плоти нашей. И все прочие слова, в которых апостол ясно и очевидно проповедует воскресение и нетление плоти. Итак, они, не желая хорошо уразуметь одного, принуждены будут неправильно толковать и эти столь многие изречения. Если бы плоть не участвовала в спасении, то слово не приняло бы плоти одинаковой сущности с нашою. По элику же апостол говорил не против самого существа плоти и крови, что она не наследует Царство Божие, то тот же апостол везде употреблял слово «плоть и кровь» в отношении к Господу Иисусу Христу, то, чтобы показать Его человечество, ибо Он сам себя называл Сыном Человеческим, то, чтобы подтвердить спасение нашей плоти. Ибо если бы плоть не имела спастись, то и Слово Божие не стало бы плотью. И если бы кровь праведных не имела быть взысканной, то и Господь не имел бы крови. Но по элику кровь от начала мира взывала, то Бог сказал Каину по убиении своего брата «Голос крови брата твоего вопиет ко мне». И по элику кровь праведных имела быть взысканную, то Бог сказал к бывшим сноям «Ибо вашу кровь, душ ваших, взыщу от руки всех зверей». И еще «Кто прольет кровь человека, тот за кровь его прольется». Подобным образом и Господь говорил к тем, которые имели пролить его кровь. «Взыщится всякая кровь праведная, проливаемая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахеина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Да, я говорю вам, все это придет народ сей». Показывая, что восстановление пролитой от начала крови всех праведных и пророков будет в нем самом, и взыскание крови их последует через него. Но она не была бы взыскиваема, если бы не имела спастись. И Господь не восстановил бы и я в себе самом, если бы и Сам не сделался плотью и кровью сообразно с первоначальным созданием, спасая в себе самом в конце то, что вначале погибло водами. Если же Господь воплотился ради другого какого-либо распоряжения и принял плоть из другой сущности, то значит, Он не восстановил в себе человека и не может быть назван плотью. Ибо плоть поистине есть преемство первого создания из перстей. Если же Он должен был иметь матерью из другой сущности, то Отец изначало произвел бы состав и я из другой сущности. Ныне же спасительское слово сделалось тем, чем был погибший человек, через самого себя производя общение с собою человека и достигая его спасения. А погибшее имело плоть и кровь, ибо Господь, взяв перст из земли, создал человека, и ради его было все устроение Господня пришествия. Итак, Он сам имел плоть и кровь, так как восстановлял в себе не другое какое-либо, но первоначальное создание Отца, ища погибшее. И поэтому апостол в послании к Колоссянам говорит, «И вы, бывшие некогда осужденными и врагами его намерению посредством злых дел, ныне примирены к телу плоти его, через его смерть, чтобы представить вас святыми, чистыми и невинными пред ним». Он говорит, «Вы примирены в теле плоти его», то есть, что праведная плоть примирила плоть, связанную грехом, и привела в дружбу с Богом. Если кто скажет, что плоть Господа потому была различна от нашей плоти, что она не имела греха и не обрелось обмана в его душе, а мы – грешники, то скажет справедливо. Если же он выдумывает для Господа другую сущность плоти, то у него не может быть речи о примирении, ибо примиряется то, что некогда было во вражде. Если же Господь принял плоти с другой сущности, то уже не примирено с Богом то, что через преступление сделалось враждебным. А ныне, через сообщение с Собою, Господь примирил человека с Богом Отцем, примиряя нас с Собою через тело плоти Своей и искупая нас Своей кровью, как апостол говорит Ефесянам, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов. И еще им же вы, бывшие некогда далеко, стали близко кровью Христовую, и еще упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением. И во всем послании апостол ясно свидетельствует, что мы спасены плотью Господа нашего и Его кровью. Итак, если плоть и кровь доставляют нам жизнь, то, собственно, не о плоти и крови сказано, что они не могут наследовать Царство Божие, но о выше поименованных плотских делах, которые, преклоняя человека ко греху, лишают его жизни. И потому он в послании к римлянам говорит, «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам не повиноваться ему, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши – Богу в орудие праведности». Итак, теми же членами, которыми мы служили греху и принесли плоды смерти, Он хочет, чтобы мы служили праведности, дабы плодоносить для жизни. «Итак, помни, возлюбленный, что ты искуплен плотью Господа нашего и восстановлен кровью Его, и, держась головы, от которой все тело Церкви, скрепляемое, растет, то есть плотского пришествия Сына Божия, и, исповедуя Его Богом и твердо принимая Его человечество, пользуйся доказательствами из Писаний. Тогда легко опровергнешь, как я показал, все послепридуманные учения еретиков». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова